церковь святого грааль и церковь святого покаяния значит многие говорят а почему вы так называетесь потому что вы здесь право от меня стоит грааль который очень долго искали реально не вышло на поиски больше 100 лет которыми мы занимались наши семьи наши родственники в 2014 году он был обнаружен но ушло время чтобы понять что это такое поэтому из-за чего на нашем канале так много разных оскорблений матов и бесноватые реально постоянно беснуется и каждый месяц их несколько тысяч прибывает потому что такие христианские реликвии они реально не дают покоя понятное дело что эти просто бесноватые упыли будут дальше прибывать и прибывать и прибывать поэтому их не конечно уже скажем так оскорбление выходят за все рамки конечно у них у них понятное дело нет никаких рамок но что хочу сказать уже очень не первый раз много очень бесноватых пишут я всем всегда бесноватым открыто говорил буду дальше говорить если вы хотите обнулиться то пожалуйста пишите оскорбление оскорблении бога мы со своей стороны наша церковь и церковь покаяния церковь святого грааля в молитвах дело сделают все для вашего реально обновления поэтому давайте там есть очень много сейчас умников которые именно оскорбляют бога я думаю что будут они очень серьезно наказаны поэтому давайте все кто в первый раз на канале пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал кому не понравилось поставьте дизлайк но аргументируйте почему вы его ставите не надо писать мне нравится твоя прическа можешь не смотреть может просто слушать библию если не нравится как я выгляжу в конце концов я не знаю как ты выглядишь поэтому давайте значит ставим лайки подписываемся кстати нажимайте пожалуйста на колокольчик чтобы получать самое классное видео сейчас уже марта 2018 года будет тепло будет очень много разных крутых выездов поездок поисков старинных всевозможных артефактов мест где ходили проходили жили святые апостолы поэтому реально будет очень интересно как всегда сенсационно и провокационно поэтому также еще у нас на главной странице сейчас активировалась функция называется сообщество там вы можете зайти и больше фотографий принять участие в вопросах посмотрите видео поэтому тоже давайте подключайтесь это очень важно знать ваше мнение мы планируем туда залить в этом году порядка может 100 тысяч фотографий ну в общем одним словом хотим чтобы фотографий было несколько миллионов просто так огромный пласт работы давайте что будем с вами сейчас читать святое писание библию я говорил и говорю всем и всех прошу если у вас есть возможность создать свой канал youtube канал instagram не важно twitter телеграма делайте свои социальные медиа распространить информацию про себя и конечно же небольшую часть времени уделять а может и большую кто как может уделяете библии изучение святого писания это очень важно потому что это однозначно спасает помогает нашим семьям помогает других и другим людям не забывайте что не каждый человек может читать из люди которые могут только слушать поэтому давайте вместе с вами изучаем эти слова спасения мы с вами значит остановились на исходе и и сказал господь моисею говоря скажи сынам израилевым чтобы они обратились и расположились станом пред гахеров гахеров между миг долом и между морем пред вал с фоном напротив его поставьте стан у моря и сказал фараон народу своему о сынах израилевых они заблудились в земле сей заперла их пустыня а я ожесточу сердце фараона и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и носим войске его и познают все египтяне что я господь и сделали так и возвещено было царю египетскому что народ бежал и обратилась сердце фараона и рабов и рабов его против народа сего и они сказали что это мы сделали зачем отпустили израильтян чтобы они не работали нам фараон запряг колесницу свою и народ свой взял собою и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские и начальников над всеми ими и ожесточил господь сердце фараона царя египетского и рабов его и он погнался за сынами израилевыми сыны же израилевы шли под руку высокую и погнали за ними египтяне и всекони с колесницами фараона и всадники и все войско его и настигли их расположившиеся у моря при пигахерофе пред вал цифоном фараон приблизился и сыны израилевы оглянулись и вот египтяне идут за ними и весьма устрашились и возопили сыны израилевы господу и сказал моисею и сказали моисею разве нет гробов египте чтобы ты привел нас умирать в пустыне что это ты сделал с нами выведя нас из египта не это ли самое говорили мы тебе в египте сказал оставь нас пусть мы работаем и и тянам ибо лучше быть нам в рабстве у египтян нежели умереть в пустыне но моисей сказал народу не бойтесь стойте и увидите спасение господня которое он соделает вам ныне ибо египтян которых видели вы ныне более не увидите вовеки господь будет побороть за вас и вы будете спокойны и сказал господь моисею что ты вопиешь ко мне скажи сынам израилем чтобы они шли а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его и пройдутся на израилевы среди моря по суше я же ожесточу сердце фараона и всех египтян и они пойдут в свет за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его на колесницах его и на всадниках его и узнаю все египтяне что я господь когда покажу славу мою на фараоне на колесницах его и на всадников его и двинулся ангел божий шедший предстанном сынов израилевых и пошел позади их двинулся и стол облачный от лица их и стали позади их и вошел в средину между станом египетским и между станом сынов израилевых и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других и не сблизились одни с другими во всю ночь и и простер моисей руку свою на море и гнал господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушую и раступились воды и пошли сына израилевы среди моря по суше воды же были им стеною по правую и по левую сторону погнались египтяне и вошли за ними в средину моря в сиконе фараона колесницы его и всадники его и в утреннюю стражу возрел господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян и отнял колеса у колесниц их так что они влекли их с трудом и сказали египтяне побежим от израильтян потому что господь поборает за них против египтян и сказал господь моисею простри руку твою на море и да обратятся воды на египтян на колесницы их и на всадников их и простер моисею руку свою на море и к утру вода возвратилась в свое место а египтяне бежали так 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 сейчас бежали навстречу воде так потопил господь египтян среди моря и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова вошедших за ними в море не осталось ни одного из них а сыны израилевы прошли по суше среди моря воды были воды были им стеной по правую и стеной по левую сторону и избавил господь в тот день израильтян из руки египтян и увидели сына израилевы египтян мертвыми на берегу моря и увидели израильтяне руку великую которую явил господь над египтянами и убоялся народ господа и поверил господу и моисею рабу его тогда моисей и сыны израилевы воспели господу песню сию и говорили пою господу ибо он высоко превознеся коня и всадника его вернул в море господь крепость моя и слава моя он был не спасителем он бог мой и прославлю его бог отца моего и превознесу его господь муж брани иегова имя ему колесницы фараона и войско его вернул в море и избранные военачальники его потонули в черном море пучины покрыли их они пошли в глубину как камень десница твоя господи прославилась силою десница твоя господи сразила врага величием славы твоей ты низложил восставших против тебя ты поставил гринев твой и он попалил их как солома от дуновения твоего раступились воды влага влага стала как стена огустили пучины в сердце моря враг сказал погонюсь настигну разделю добычу насытимся ими душа моя обнажу меч ему истребит их рука моя ты дунул духом твоим и покрыла их море они погрузились как свинец в великих водах кто как ты господи между богами кто как ты величественную святостью досточки им хвалами творец чудес ты простер десницу твою поглотил их земля ты ведешь милость твою народ сей который ты избавил сопровождаешь силую твоею в жилище святыни твоей услышали народы и трепещут ужас объял жителей крестимских тогда смутились князья едомовы трепет объял вождей молитвских уныли все жители ханаана да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей да они имеют они как камень доколе проходит народ твой господи доколе проходит сей народ который ты приобрел веди его и насади его на горе достояние твоего на месте которого ты соделал жилищем себе господи во святилище которые создали руки твои владыка господь будет царствовать во веки и в вечность когда вошли иконе фараонова с колесницами его и садниками его в море то господь обратил на них воды морские а сыны израилевы прошли по суше среди моря и взяла мариам пророчица сестра араонова в руку твою тимпан и вышла за нею и выше за не все женщины с тимпанами и ликованием и воспела мариам пред ними пойти господу ибо высоко превознес он коня и всадника его вернул в море и повел моисей и израильтян от черного моря и они вступили в пустую нюсуру и шли они три дня по пустыне и находили воды пришли в меру и не могли пить воды в мире ибо она была горька почему наречено тому месту имя мера переводится как горечь и возропотал народ на моисея говоря что нам пить моисей возопил господу и господь показал ему дерево и он бросил его воду и вода сделалась сладкой там бог дал народу устав и закон и там испытывал его и сказал если ты будешь служить слушаться глаза господа бога твоего и делать угодно пред очами его и внимать заповедям его и соблюдать все уставы его то ненавиду только ни одной из болезней которые навел и на египет ибо я господь бог твой целитель твой и пришли в елим там было двенадцать источников воды и 70 финиковых дерев и расположились там станом при водах ну что отличные новые мы сами знания получили читая святое писание значит всех кто в первый раз на канале пожалуйста подписываемся жмем на колокольчик чтобы получиться самое крутое последнее видео ставим лайк кому понравилось пишем комментарии это очень важно кому не понравилось ставим дизлайк и тоже пишем комментарии почему не понравилось в конце видео сейчас появится w значок это подписка смело его жмите и подписывайтесь таким образом наш канал также будет несколько видео про библию который мы сами читали несколько дней назад и может быть какое-то видео скорее всего-то про поиски сокрови чтобы посмотреть немножечко расслабиться ну давайте смотрим до конца не переключаемся комментируем пишем любые свои мысли я уверен что как только мы прочитаем библию как я обещал будем с вами более предметно изучать работать с картами будут очень много всевозможных артефактов христианских ценностей одним словом реально будет круто сенсационно провокационно интересно давайте прям дальше вперед давайте посмотрим